Снюс до сих пор в свободном доступе. Только теперь не в табачных лавках, а в интернете. После вступления в силу краевого закона о запрете продажи несовершеннолетним, сосательный табак перекочевал в мессенджеры. А это значит, что красивая, но опасная баночка продолжает травить школьников. Расслабление, головокружение, рвота. 15-летний пациент краевого наркодиспансера на протяжении недели употреблял по 6 подушек снюса. Впервые попробовал с друзьями и подсел. Стандартная схема среди подростков. Еще одна очередная жертва сосательного табака. Их в наркодиспансере прибавляется едва ли не каждый день. При сборе аномнистических сведений высказывают, что они пробовали, что такое снюс. Ну процентов где-то сейчас 10. Ну если взять с единичными пробами, ну 15 процентов. Сегодня о баночке или в простонародье шайбе в 300 рублей знает любой школьник. Это некурительное вещество, соответственно употреблять его можно незаметно для взрослых. Да и табаком здесь не пахнет. Зато химии в лошадиных дозах никотина хоть отбавляй. Если там в одной сигарете предусматривается один миллиграмм, грубо говоря, если обобщить, то в снюсе один пакетик в пять раз превышает дозу никотина. Если нагляднее, то всего одна подушечка снюса. По содержанию никотин равна двум пачкам сигарет. Такая убойная доза бьет сразу по всем жизненно важным органам. Может вызвать остановку сердца, дыхание, паралич, кому и даже смерть. Страдает ротовая полость. Опасное вещество прожигает, разрушает десна. При попадании со слюной в желудок поражает органы пищеварения, провоцирует рак поджелудочный. Даже были исследования, то есть в Центральной Азии у людей, которые находили онкологические заболевания, 80 процентов. Это те люди, которые когда-то либо употребляли на свай или другие некурительные смеси. Снюс бьет и по психике. Человек становится раздражительным, агрессивным, страдает бессонницей, ухудшается память. Особо негативное воздействие снюс оказывает на детей и подростков. Так, в конце прошлого года в реанимации из-за отравления снюсом в Алтайском крае оказались трое детей. К счастью, все они живы и сейчас находятся под наблюдением. С ними и с теми, кто попадают в палаты наркодиспансера, работают психологи. Объясняют, в чем опасность вещества. Кому-то это помогает, а кто-то вновь становится пациентом. Когда родители, например, не оказывают им должной поддержки, когда они же попадают обратно в ту же самую среду, из которой их забрали. И если родитель продолжает быть невнимательным, не обращает внимания на потребности ребенка, ребенок снова возвращается в ту же среду и снова возвращается к веществу. К слову, от снюсого лихорадки пострадал не только наш регион, но и все российские школы. Сыночек, посмотри, Данил, какой ты у меня хорошую конфетку, ты говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Земляничная, яблочная, тропическая. Маркетологи выдают опасный яд за безопасную конфету и травят детей. На вкуснятину всегда легче подсадить, говорят медики и приводят пример. Джентониками. Они же... Этиловый спирт завуалирован, снабжен различными ароматическими добавками, подсластителями. И даже дети, на вкус пробуя, думают иногда на практике, когда мы сталкиваемся, что это лимонад, что это что-то такое вкусненькое, безопасное. В интернете снюс продвигают как альтернативу сигаретам. Один из видеоблогеров на 4-х миллионную аудиторию вещает о его пользе. В первую очередь это способ бросить курить. Потому что курение, оно в любом случае вреднее, оно по легким. Я начал понимать, ну, чтобы курить, бросить. Все. Получилось? Нет. Один раз попробовал и уже постоянный клиент. Снюс вызывает привыкание в разы быстрее, чем сигареты. Кстати, все, кто балуется сосательным табаком – потенциальные курильщики. Почти все подростки, употребляющиеся некурительный табак, в течение ближайших 4 лет становятся курильщиками сигарет. В конце января алтайские депутаты запретили продавать снюс несовершеннолетним. Соблюдают закон торговцы, мы решили проверить. Ни для детей, ни для подростков, ни для взрослых. Снюс резко еще с прилавков. Пресечение оборота около 3000 единиц никотин, содержащей продукции, без документов. Такая продукция, она была потенциально опасна и представляла непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан. Штрафы за такую продукцию – до 600 тысяч рублей. Дабы не нарваться на такую сумму, бизнесмены почистили прилавки и отправились в социальные сети. В популярных мессенджерах купить шайбу может любой желающий, причем в любых количествах, и никто не спросит возраст. Вот у меня не спросили. Причем доставить дозу торговец готов в любую точку страны. Две девочки имя не говорили, только сказали, что употребляют. Специалисты Министерства образования за круглым столом, который организовал Общероссийский народный фронт, рассказали, как они работают с проблемными школьниками. Родители, что делаем? В данном случае у нас есть модель выявления, региональная модель первичной профилактики девиантного, деликвидного поведения, которая говорит о том, как поступать в школе и работать в данном случае. Там полностью пошагово прописано. Как вопрос без ответа. Больше ясности внесли медики. Не стоит разрешать своим 12-летним детям зависать на улицах до позднего вечера и следить за их окружением. На горизонте новая эпидемия. Мармеладки, зубочистки и яблочки, пропитанные убойной дозой никотина. Кстати, все эти вещества в интернете сейчас в свободном доступе. Редактор субтитров А.Семкин